Тема моей проповеди сегодня называется «Чем ты недоволен?» часть 2 Если вы помните, две недели назад мы говорили с вами на эту же тему и это... мы говорили о ропоте, говорили о природе ропота и хотел бы вкратце напомнить, если кто пропустил первую часть что мы говорили, что такое ропот и я хочу напомнить, что ропот это не просто недовольство это не просто жалоба это что-то больше, что-то намного глубже когда мы говорим на тему ропот, у людей иногда возникает впечатление что значит нельзя вообще жаловаться и нужно совсем соглашаться друзья, это не так иметь свою позицию, иногда иметь какую-то жалобу это нормально стремиться к лучшему, это тоже нормально но когда люди начинают роптать, это что-то больше, чем просто недовольство в этом состоянии, как будто бы когда вы проходите какую-то боль виноваты люди, обстоятельства в этой картине выпадает Бог вот тогда это состояние называется ропот когда Бог как будто бы заснул вы проходите трудности и Бог в это время, ну чуть-чуть занят был не досмотрел не заметил ваши переживания и человек начинает вот возмущаться начинает роптать и вот когда Бог выпадает из этой картины что Бог допустил мы как бы это не видим так что Бог может вот например в истории с Иосифом если помните, что Бог Он не поочерял братьев поступать жестоко с Иосифом Бог не посылал их делать зло но потом мы знаем, что это зло Бог смог обратить в добро но когда человек не видит так не видит, что Бог все контролирует тогда происходит вот эта болезнь которая называется ропот когда человек видит постоянный тупик и не доверяет Богу и так природа ропота если можно на экране мне тоже показывать слайды хочу показать вам 4 пункта которые мы с вами прошли в прошлый раз сущность ропота первое это прихоти то есть желание второе это обвинение то есть тот, который ропщет он всегда обвиняет третье ищет, то есть виноватого третье природа ропота она часто завидует потому что у вас нету того, чего в самом-самом конце первой части смотрите, там часть вторая есть на слайдах третий пункт это когда человек завидует потому что у него нету или он не такой счастливый, как другие люди и четвертое это неверие это очень-очень большая как бы корень причины ропота или сущность ропота это неверие и последний пункт это люди, которые в ропоте находятся они очень часто отравляют других людей заражают других людей вот этим недовольством или бунтом или таким вот духом неверия а теперь мы с вами переходим ко второй части и мы с вами поговорим о том какая была Божья реакция на ропот интересно то, что нету законов в стране где бы давали штраф за ропот представьте себе, что если человек ропщет и ему бы давали там, не знаю, два дня тюрьмы к примеру, там какой-то штраф или что-нибудь такое подобное но есть Слово Божье которое говорит о том, что ропот оно разрушает нас ропот работает против нас против самого человека это нам не полезно хотя мы это так не видим и так не смотрим я слышал одного проповедника который говорил, что вообще ропота нужно бояться и он в своем вступлении сказал я хочу вам рассказать так плохо о ропоте чтобы его все боялись не знаю, как вы, боитесь или нет но одна из реакций, которые мы видим в Библии из истории израильского народа чтобы Бог на ропот реагировал и реагировал очень серьезно читаем с вами числом то есть первая реакция Божья это наказание Божья реакция на ропот это наказание это из второй части слайда там находите, пожалуйста значит, число 14 глава 27 стих написано доколе злому обществу сему роптать на меня ропот сынов израилевых которым они ропщут на меня я слышу во-первых, мы сразу с вами делаем вывод что Бог воспринимает ропот как лично против себя Бог это лично воспринимает дальше написано что у Бога есть хороший слух и если мы верующие люди верим часто помним часто об этом говорим что Бог молитвы слышит точно так же нужно самому себе напоминать что Бог ропот тоже слышит и хорошо слышит и об этом сказано очень ярко в Священном Писании и дальше написана история как Бог реагирует на ропот я сказал что одна из его реакций это наказание число 21 глава 4 стиха написано о том как люди стали малодушествовать народ израильский Божий народ идет сопровождается чудесами Божьей охраной сверхъестественное Божье водительство содействие, помощь и дальше написано народ стал малодушествовать начали снова говорить против Бога и против Моисея лучше бы нам умереть в пустыне и дальше и послал Господь 6 стих на народ ядовитых змеев кто послал Господь змеев дальше народ потом пришел к Моисею начал говорить что согрешили мы Моисей помолился Господь сказал сделай змея и тот кто посмотрит на змея тот не умрет от укуса змеи сразу хочу заметить что причина почему это все случилось в разных переводах написано вот снова сущность или природа ропота в английском Библии написано they grew impatient то есть у них возросло или прорвалось вырвалось нетерпение в другом переводе написано discouragement то есть разочарование ну и малодушие тоже все как бы эти причины которые побуждали народ к ропоту дальше мы с вами здесь видим что Бог послал змеев змеи были конечно же как символ или как знак наказания за то что народ роптал змеи пришли именно по этой причине и написано в писании там у вас на экране что много из людей умерло от укусов змеи очень интересный мне кажется символ который Бог выбрал чтобы вот показать реакцию Божью на ропот именно можно было бы послать львов можно было не знаю каких-то там других животных но почему-то именно змеи как будто бы оно как-то так пересекается у нас сразу в голове этот символ змея дьявол и как будто ты сам вот сам себя как бы укусаешь тем что ты ропщишь сам себя как бы яд впускаешь самого себя и от этих змеев люди естественно умирали но дальше какой вывод когда народ пришел к Богу в покаянии методику которую Бог предлагает людям через Моисея он говорит сделай им медного змея и люди которые посмотрят они останутся живы не умрут смотрите снова как ропот ставится противопоставляется вере но вы представьте себе что вот вы заболели и вам говорят вам нужно просто посмотреть вот на экран и вы будете здоровы вы бы сказали ну странно да но ни разу еще не было такого чтобы я куда-то посмотрел на какой-то объект на какой-то предмет и выздоровел снова у людей конфликт логики веры божьих принципов духовных и человеческого взгляда видите как божьи методы снова человека учат ропот и вера вера ропот они опять же идут как будто бы вместе и здесь бог также показывает свое отцовское сердце бог здесь выступает в роли как отец нам людям верующим важно это заметить важно заметить не только змеев не только жестокость там кажется ой как наказали какой бог плохой но смотрите бог сколько сделал чудес в этой истории израильского народа который мы сейчас пропустили сколько сверхъестественных чудес доза чудес которая кажется больше чем любое поколение пережила именно вот эти люди пережили израильский народ переходя через пустыню бог их спасал бог их выводил бог давал бог кажется защищал бог отец помогал и бог тот же отец который наказывал как написано в писании что бог кого любит того и наказывает этим самым снова проявляется отцовство это уже здесь пример или проявляется воспитание когда бог нас любит спасает защищает и одновременно также воспитывает и учит но змеи это была не единственная или скажем не последняя реакция божья на ропот хочу обратить с вами внимание на то что эти люди они видели или знали бога то есть я верю друзья что те христиане верующие люди которые которые живут в состоянии ропота к ним требования другие чем к людям которые не знают бога и вот именно бог это делает с людьми которые видели знали бога явно и дальше 14 глава книга чисел 29 стих написано в пустыне сей падут тела тех людей все вы исчисленные сколько вас числом от 20 лет и выше которые роптали на меня итак друзья представьте себе из-за ропота из-за ропота вот эта причина главная из-за неверия насколько высоко для бога стоит вера урок веры должен усвоить каждый верующий человек что бог решил погубить целое поколение из-за ропота заметьте насколько богу не нравится неблагодарный дух неблагодарный дух они говорили так нам лучше умереть в пустыне то есть негативные слова негативное исповедание негативный дух это тоже опасно вот то что говорили то и случилось то их и постигло вот как еще важно понимать вот эту силу этих слов в которых также исповедуется неверия то что говорили то и постигло поэтому будьте осторожны и в этом написано в писании что там похоронили какой народ кто помнит слово русский перевод прихотливый народ похоронили прихотливый народ давайте попробуем пофантазировать сделаем математику сколько вы думаете приблизительно людей шло с Моисеем миллион два миллиона ну я не пытаюсь назвать точную цифру но попробуйте себе представить Бог им говорит что все люди как мы читали от 20 лет и старше должны все умереть они не войдут в обитованную землю а теперь разделите миллион или два миллиона сколько они ходили по пустыне 40 лет сделайте математику миллион или два нет разницы разделите на 40 лет потом разделите на 360 дней дней в году и теперь скажите мне сколько сколько людей они хоронили в день вы понимаете это от 70 если миллион до 140 если 2 миллиона в день а теперь представьте а теперь представьте какое это было похоронное шествие в пустыне вы понимаете запахи условия 70 человек в день хоронить и там какой-то ребенок может спрашивает папа папа ну когда мы там дойдем в обитованную землю вздох и выдох вот пока вот эти все не перемрут ух какой урок смотрим на них и думаем израильтяне израильтяне ай-яй-яй какие же вы неверующие люди а Бог сегодня смотрит на нас и думает это же для нас написано прочитаю вам стихи из Нового Завета где очень яркое обращение идет к нам людям вот этого времени и написано там это все для вас образы примеры и написано много раз в книгах второзаконий помни 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 передай поколению научи детей помни эти уроки жизни помни помни стоит себя спросить а я помню когда со мной резко обращаются когда какие-то обстоятельства когда кажется небо молчит я помню вот то что сегодня нам нужно вспомнить как вам кажется друзья почему если ропот это плохо об этом говорит Библия Бог так реагирует на ропот кажется строго почему люди не перестают роптать есть у вас какие-то может быть идеи интересно исход 16 глава 12 стих написано я услышал ропот сынов израилевых скажи им вечером будете есть мясо а поутру насытитесь хлебом и узнаете что я Господь простой стих но давайте мы попробуем его разобрать смотрите я написано на экране я услышал ропот сынов израилевых это же плохо божья реакция вечером будете есть мясо классная методика замечаете давайте мы сегодня все так хорошо начнем роптать сразу небо реагирует смотрите за последовательностью я услышал ропот скажи им вечером будет то что они требуют и вы знаете друзья кажется что методика работает вот в чем мы ослеплены вот в чем мы заблуждаемся через это друзья снова хочу чтобы все мы верующие увидели в этом стихе не только строгого Бога а любящего Бога чтобы мы здесь увидели милость Божью на все наши фокусы прихоти на наш ропот на наше недовольство на наше возмущение Бог настолько любит настолько терпит что мы забыли все случаи сколько раз Бог на наш ропот вместо наказания давал милость роптали мясо на мясо роптали то днате вам то вот это вам не нравится днате вам вот это много много раз милости во много во много раз больше чем другой реакции и здесь друзья снова показано долготерпение и милость Божья но это так в израильском народе а теперь давайте вернемся в нашу реальную жизнь в наши события в наши дни в наши дома как вот иногда бывает это так уже из жизни муж или жена за жену написано про притчу 19 глава 13 стих сворливая жена как сточная труба в английском переводе или капель в английском переводе написано капает это вы знаете что кажется маленькая капля но проблема в том что она капает и почти всегда на голову кап кап капает вот вот эта маленькая капля вода вы же знаете она может даже камни там резать или поворачивать это вот преобраз там написано сварливая или скажем ворчливая ропота и вот когда жена ну в народе так говорят пилит мужа пилит 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 ну мужик плюнул взял и сделал а потом смотришь так же все получилось результат достигнут а если результат достигнут то зачем менять методику которая работает согласны не раз же сработало в жизни то зачем менять или например муж тоже может роптать это не только относится к женщинам или например обращается к сыну иди сделай то иди сделай то иди сделай то никакой реакции иди сделай то подорвался побежал и сделал работает зачем менять то что работает и здесь друзья мы с вами понимаем что кажется мы достигаем результатов но забываем какой ценой и забываем какой методикой но результатов достигаем вот почему сегодня люди не спешат оставлять оставлять ропот потому что во многих случаях он сработал результат достигнут то что требовал получил и бог милостиво поступил иногда и люди надоело и уже пошел и сделал но друзья помните что не всегда так бывает да бог милует бог он отец но бог также и учит и бог этот же отец и воспитывает иногда и нам важно помнить что даже если что-то достигнуто путем ропота по отношению к начальника супруга или кого угодно то помните это не та методика неправильной не той ценой у верующих другие методы другое призвание должны летать повыше другая природа вот почему друзья иногда мы запутываемся и кажется ропот это тоже нормально нам важно друзья понимать что здесь для нас есть очень важные примеры число 21 глава 5 стих написано говорил народ против бога против моисея зачем вывели вы нас из египта чтобы умереть в пустыне ибо здесь нет ни хлеба ни воды как вам кажется это жалоба достойная ропота это не просто хочу мерседес это не просто хочу трехэтажный дом правда их можно понять вопрос жизни и смерти хлеба люди просят и воды и смотрите друзья вот здесь вот тоже такой важный важная деталь даже даже если ваша жалоба кажется жизненно необходима все равно бог никак не приветствует ропот они требовали хлеба и воды может даже не комфорта можно сказать но это не наш метод даже хочется иногда сказать ну моя моя причина или болезнь или там ситуация или там страдание мне кажется это не вопрос каких-то прихотей это жизненно необходимые вещи даже в этом случае ропот это не наше призвание это не наша методика вот здесь яркие для нас примеры вот эти все детальки нам показывают насколько верующие люди должны летать выше это не оправданно богом даже в таком случае это здесь вопрос говорит вывод в том что нам нужно менять не обстоятельства а нашу природу не обстоятельства нужно менять а состояние нашего сердца состояние нашего духа природу ропота мы призваны друзья умертвить вот почему бог образно показывает это на этих примерах старого завета что он сказал что все ропотники умрут все вымрут ее нужно не просто лечить ее нужно истребить природу ропота вот почему они все вымерли в пустыне никто не вошел в обитованную землю иначе если мы не поймем причину этой болезни мы всегда будем только лечить симптомы заклеил лейкопластыром но это не решает проблему которая находится внутри и для этого нам нужна помощь с небес осознание признание и помощь с небес что ропот это не наше призвание второй пункт Божья реакция на ропот это то что Бог воспринимает этот ропот лично против себя ропот против Бога исход 16 глава 8 стих написано ибо Господь услышал ропот ваш который вы подняли против него а мы что говорит Моисей не на нас ропот ваш но большое но но на Господа почти всегда люди которые находятся в состоянии ропота они скорее всего в большинстве особенно верующие они не ропщут на Бога хотя это возможно но в большинстве людей люди ропщут против людей обидели несправедливость там обстоятельства там ну начальство разные-разные власти деньги и здесь кажется мы против людей выступаем мы за Бога мы не против Бога но Бог смотрит на это состояние совершенно по-другому потому что твое состояние твое исповедание твой язык твоя реакция вот здесь вот это определение ропота из этой картины выпал Бог Бог заснул Бог не заметил мы не верим мы видим тупик мы видим только всех виноватых мы видим гору проблем но мы не видим мы не понимаем что а что если Бог допустил это даже если это зло Бог не посылал но через это Бог нас проводит и через это и проявляется наша духовность и через это написано Бог вел тебя израильский народ по пустыне чтобы испытать чтобы увидеть сердце твое Бог это все делал маршрут весь фильм режиссер знал конец фильма мы не знали но Бог знает конец фильма вот почему вот это состояние ропота оно как будто бы ну просто кричит что я в Бога не верю суверенность контроль вот почему сегодня нам важно понимать что когда мы даже начинаем роптать против людей мы этим ропщим против Бога независимо как я сказал хлеб вода люди не наше призвание это Бог не оправдывает ропот но я сразу скажу что это не значит что нельзя сказать жалобу или несогласие мы к этому вернемся и вот здесь вот написано ропот ваш не против нас но на Бога против Бога вы это делаете против Бога интересно что Бог он как любящий отец вы видели много раз помогал защищал но иногда вот когда вот сердце человеческое насколько далеко заходит далеко заходит в своем состоянии ропота что мы видим что ропот развивается до такой степени когда человек заболел ропотом нужно срочно выходить с этого состояния срочно лечиться потому что это может дойти до крайности крайности когда люди уже были готовы побить Моисея камнями а это крайности в мыслях в словах в действиях в решениях когда человек в состоянии ропота он принимает крайне неправильные резкие решения и заметьте что Бог ропотников почему-то в некоторых моментах не утешает а написано похоронили там прихотливых людей хотя кажется нужно их утешать и да конечно я не против этого написано блаженны плачущие но почему-то к ропотникам как-то будто бы это не относится потому что можно плакать и жаловаться но в другом состоянии сердца совершенно в другом состоянии человек видит всю картину по-другому и он имеет право подойти и сказать Богу то что у него болит смотрите болезнь ропота чем она опасна она смотрит на духовные ценности с пренебрежением если вы помните мы читали с вами перед этим местописание что народ говорил у нас нету там мяса нету того нету того и дальше никак и не сказали заманну помните и эта пища нам надоела опротивилась противна это они это сказали это написано в Писании это цитата из Библии вопрос какая им пища надоела это не просто манна я сейчас не говорю за гречку или за картошку вопрос это была пища которая дана была Богом то есть это ценности были духовные это небо это то что сам Бог дал но человек в своей природе он говорит что нам вот это то что Бог предложил надоело то что Бог предложил не нравится хочется что-то такого более интересного что-то хочется такого ну такого что-то хочется аж сам забыл чего хочется и вот здесь вот друзья мы иногда в наши дни иногда мы не замечаем когда мы смотрим на какие-то элементарные базовые духовные вещи как на манну нам она уже надоела опротивила вот эта методика не надо однажды пришел человек и сказал пастор вот рассказал проблему и сказал что вы мне можете посоветовать кроме молитвы интересная постановка вопроса я спросил а что ты имеешь ввиду он сказал ну куда не пойду кому не приду все говорят ну молись и читай библию ну верю верю что так люди верующие говорят ну что ты мне можешь посоветовать ну кроме молитвы а то я уже и так знал пастор я шел к тебе я уже знал приду к тебе ты скажешь ну молись брат я мог бы не приходить я ему говорю ты прав мог бы не приходить сам расстроился и меня расстроил вот небесная методика небесная ценности духовные которые человек говорит это уже надоело надоели ваши вот эти постоянные советы одинаковые молитва и библия молитва и библия что-то хочется такого современного новенького интересного такого посоветуй мне что-то такое чтобы я шел и задумался и не понял что ты мне посоветовал или или хотят каких-то психологов я не то что я там против чего-то если вам помогут дай бог чтобы помогли каких-то профессионалов какого-то звезду с неба какого-то там помазанника апостола а вот это манна вот это ваша молитва вот эти ваши там библию читай ну вот уже одно и то же ну дайте мне конкретный совет пожалуйста вот как люди которые в состоянии ропота болезнь болезнь ропота манна которую бог дал им уже это уже отжитое дело надо методику другую давайте нам фокусы новые придумывайте ты читаешь библию та уже манна надоела уже вот друзья мы и приехали так было тогда а теперь мы с вами признаемся так и сегодня то же самое вот почему написано это все для нас образы это все для нас только напоминание как иногда мы смотрим на эти разные вещи вы знаете когда мы что-то проходим в нашей жизни снова как я сказал причина для ропота недовольства есть у всех у каждого из нас сегодня есть причина для недовольства и у меня тоже я не говорю что на земле у всех так все идеально но смотрите когда мы реагируем на разную ситуацию и бог выпадает из этой картины тогда вот проявляется может проявиться природа ропота смотрите пример Давида вторая книга царств 16 глава 10 стих Давид проходит жесточайшую такую как бы скажем сезон в жизни восстал против него его собственный сын он убегает из царства все в панике все на ходу и тут находятся какие-то худые люди которые его там злословят обзывают унижают при всех его там людях и воинах и вот он идет а этот семей злословит его Давида а Давид реагирует пусть он злословит пусть он поступает со мной несправедливо или жестоко ибо Господь повелел ему злословить Давида интересная формулировка ибо Господь повелел ему злословить Давида в английском переводе написано если вы знаете английский там написано слово if if это то есть если что если в других переводах тоже стоит это слово если и здесь уже как бы не так важно Господь повелел или что если Господь повелел то есть по-другому если Господь допустил такую ситуацию в моей жизни то я должен ее пройти очень неприятно очень некрасиво но я должен ее пройти вот именно когда мы люди проходим разного рода ситуации на земле Давид дошел до такого состояния духовного что он везде во всем начал видеть Бога тоже кажется интересно как-то ну как это вот в таких вот злых там таких вот ситуациях обстоятельствах как я сказал что не то что Бог инициатор или послал зло Бог Он есть свои сущности природе Он есть любовь но иногда Бог может допускать что-то чтобы мы проходили как Иосиф проходил и Даниил проходил Моисей проходил и эти люди они были сформированы совершенно кажется как будто из другого материала сделаны потому что они что-то прошли научились и вот Давид даже в таких ситуациях говорит а что если Бог допустил мне в моей жизни увидеть меня насколько я еще не такой духовный как я думал я себя бил в грудь что я верующий что я в Бога верю а вот малейшая ситуация и все я уже начинаю роптать я уже начинаю всех обвинять а что если Бог допустил что если хотя бы дайте шанс хотя бы дайте в этой вашей ситуации в этой вашей коробочке картинки попробуйте посмотреть на вашу картинку с большой высоты картинку и когда мы начинаем туда вставлять Бога ааа ага так может быть и это и это но потому что мы иногда слишком приземленны мы иногда допускаем вот эту реакцию или природу ропота поэтому друзья нам важно понимать что в этих всех ситуациях мы имеем другое призвание римлянам 12 глава 19 стих написано не мстите за себя возлюбленные но дайте место гневу Божию вот это реакция верующего человека на любое зло или несправедливость другой вариант это естественно ропот и здесь друзья мы подходим с вами к следующему пункту это какой же должна быть реакция наша в свете писания ропот именно в свете писания написано из Нового Завета уже филиппинцам 2.14 все делайте без ропота и сомнения заметьте все кажется ну планку подняли очень высоко ну как это все можно делать без ропота и сомнения ну как вот с таким вот мужем ну все делать без ропота ну как это вот с таким вот ну как это все без ропота ну это же ну если бы если бы если бы а что если бы без если бы все делайте без ропота и сомнения Дальше, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми Заметьте, как чистота наша, святость наша Сразу связана с ропотом Чтобы вам быть чадами или детьми божьими Непорочными Среди строптивого, развращенного рода В котором вы, верующие люди, вы сияете, как светило в этом мире Содержа слово жизни Сколько глубоких мыслей в одном стихе И центральная мысль ропот и противоядие Как быть в чистом состоянии Как ропот делает нас грязными И какой выход, чтобы не роптать Помните, в конце написано этого стиха Заключение, содержа себя в слове То есть, по-другому, пребывая в слове Манна небесная, хлеб небесный Вот это то, что лечит и исцеляет от ропота Защищает Иначе другая информация Ютуб, Инстаграм, они нас по-другому формируют Но Слово Божье, оно нас освобождает Друзья, смотрите Ропот на основании этого местописания Это тьма Никто не хочет думать или заявлять Что он... Можно это местописание на экранах? Филиппистам 2 глава 14 стих Никто не хочет говорить о том, что я во тьме Все мы призваны и думаем, что мы ходим во свете Тьма на нас нападает Один человек сказал Молодежь так тянется к свету, чтобы его выключить Вот так окажется и мы Мы вроде бы все так в свет хочем Попасть хотим Но здесь, друзья, написано, что Те, которые в правильном состоянии Они сияют, они как светило Пример, реакция, которая другая Не человеческая, а духовно зрелая Она вот это и излучает этот свет Вот тогда люди видят Этот человек, он другой А если он ропщит, как и все, то... То какая разница? Куда ты ходишь? В какую церковь? В какого Бога ты веришь? Какая разница? Нам же неинтересна просто форма или название Нам важна суть человека Качество верующего человека Вот почему, если человек не светит Значит он ропщит Ропот — это тьма А наоборот, это светило, которые сияют Дальше написано Ропот — это грязь Вывод из этого местописания Потому что те, которые чистые Они не ропщут Итак, друзья Хочется еще сказать Одну мысль о том, что Если у вас есть жалоба Или несогласие с чем-то Это тоже нормально Ее важно правильно выражать И важно иметь правильное состояние сердца Это не значит, что вам нельзя соглашаться Или нужно соглашаться Или нужно соглашаться со всеми позициями Со всеми условиями, обстоятельствами Нет, вопрос немножко в другом Вопрос немножко глубже Например, Деяния 6 глава Там написана история с 1 стиха Где произошел у еленистов ропот на евреев Произошел ропот По-другому — жалоба Что вдовицы их пренебрегают в раздаянии Тогда 12 апостолов собрались Там братский совет Апостолы собрались Решили проблему Все, вопрос решился Как решили? Какая была реакция? Был ропот То есть была жалоба И была реакция То есть люди пожаловались И вопрос решился И это было среди верующих людей С одной стороны, кажется Как бы жалоба — это не обязательно плохо Но когда оно встает плохо Или когда оно перерастает в неправильное состояние Когда человек перестает видеть, как я сказал, уже Бога Во всей картине, которую он проходит здесь на земле Когда человек начинает, допускает горечь Допускает обиду Когда человек у него внутри мысленно Там у него крутится 100, не знаю 100 мыслей как бы в секунду Когда у него слова Это не просто река Это уже вулкан В мыслях, на устах Вулкан бурлит Это уже просто Это оно уже исходит со всех возможностей Как только можно Это уже состояние болезни Ропота И вот тогда, друзья Нам тоже еще Важно, друзья, увидеть еще одно Одно местописание Как можно реагировать по-другому На ропот Хочу, чтобы вы посмотрели вместе со мной Первая книга «Царств» Первая глава Шестой стих Там написано за Анну Мне настолько понравилась история этой женщины Что я свою дочку назвал Именно Аня Потому что ее характер Меня очень тронул У меня у детей у всех библейские имена На каждое имя есть проповедь Вот хочу рассказать за Анну Сильно Анна переживала И вот ее соперница Сильно огорчала ее И написано Побуждала ее к ропоту Вот это все нормально Можно роптать легально Потому что вас достали В английском переводе написано Provoked То есть спровоцировали Спровоцировали Вы не виноваты Вас просто достали Вас сжали Как знаете Вот этот тюбик с пастой Сжимаешь И все что там есть Оно все выходит наружу И вот здесь ее спровоцировали Ее побуждали к ропоту Побуждали Вы понимаете Что это умышленный ход Это не просто так Ну Нечаянно Так вот Как-то Зацепил На ногу наступил Это я делаю все возможное Чтобы тебя умышленно достать Спровоцировать И вот это Анна проходит Подобные обстоятельства Они ее побуждали к ропоту Кажется Ну Как жить в таком состоянии Вы представляете Это атмосфера дома Это выходишь на улицу Не забываешь то Что дома Ты находишься в третьем месте Не хочешь возвращаться домой Потому что у тебя Вот это идет постоянно Какое-то давление Провокация Виноват один человек Виноваты, кажется, люди И тебя вот Толкают на ропот Но на этом история Не закончилась Друзья Драма только начинается Внимание Вторая серия Первая книга царств Первая глава Четырнадцатый стих Написано И сказал ей Илий Священник Да коли ты будешь Пьяною, Анна Вытрезвись От вина твоего И отвечала Анна Нет, господин мой Я жена Скорбящая духом Вина и секеры Я не пила Но изливаю душу мою Пред господом Вау Значит, первая реакция Анны На то, что ее провоцируют На ропот Люди с ней не справедливо Ее обижают Она реагирует правильно И как она делает? Она идет со своей проблемой Со своей болью Она идет к Богу Написано Она изливала Душу Господу Интересно, что даже Не мужу ныло Потому что написано В этой главе Если вы прочитаете Что муж ее спрашивал Почему ты так печально? Муж спрашивает А чего твое сердце Так уныло? Ну, конечно же Женщина могла обидеться И сказать Ну, тебе Ты не мог догадаться Вы же знаете У нас у всех призвание У мужчин Надо догадываться всегда Почему я плачу Или почему я оскорблю Да И ты не мог догадаться Нет, она не так реагирует Не так реагирует Она идет И изливает Свою боль Свою душу Богу Даже не мужу сначала Хотя это можно Это легально Но Богу Друзья, заметьте Что душу излить За так Две минутки Практически невозможно То есть это умышленный ход Это Это такая Глубокая молитва Это не просто такие слова Там Привычка такая Такой, знаете Религиозный рефлекс Это глубокая Вера Вот состояние Правильное Духа Идет и изливает Свою душу Богу И кажется Куда она попала? В самое, кажется Святое общество В храм А тут в храме Попался пастор Священник Ильи Посмотрел на вас И думает Что это вы Сегодня перебрали Перепили Смотрит Вы так идете Так шатаетесь Подошел так Брат Служитель И вас так легенько Обличил Что вчера вечером Я слышал Что вы были На вечеринке И я слышал Что вы Там немножко Выпили И вот поэтому Вас немножко Шатает Пришли сегодня К вечером Нам на праздник А вы отвечаете Дорогой пастор Меня шатает Потому что у меня Нога болит Сустав Не работает А тот человек Который вам Рассказал за меня Вообще Это неправда То не я была Я там не была Это клевета А ну все понятно Пошли домой Вы так бы Это реагировали? Да, надо подумать Как бы мы Отреагировали На такую реакцию Служителя Священник Пастор Обвинил меня В пьянке В компании В гулянке В баре Вы в эту церковь Вернетесь? Или надо Дать время подумать Вернетесь В ту церковь? Интересная реакция Показана красота Анны Да Она Как она реагирует На такую Ошибочку Ошибся Священник Но ему нельзя Ошибаться Вы что Такие ошибки Непростительны Обвинить вас В пьянке В церкви Не на работе Пришли Изливать душу К Богу Вот какая она Жизнь на земле Бывает И Анна Реагирует К ропоту Побуждали Со всех сторон Осталось Единственное Убежище Это церковь Туда прибежала И там Как дали Как дали Но уже кажется Есть все права Роптать Вот почему Дочку назвал Анна Потому что Нравится дух Характер Она его называет Да нет Господин мой Господин Такие почести Кому За такие промахи Господин Нет Я просто Жена Скорбящая Духом Духом И я выражаю это В своей молитве Ни в словах Ни в Даже ни в Криках Ни в громкости Громкость была маленькая Написано Она только губами шевелила Она не орала Ни на кого А вот просто Изливала Богу душу И здесь Друзья Мы видим Как Можно реагировать По другому По жизни Это драгоценные Ценные Просто Примеры Для нас Друзья Какие мы бы Обстоятельства Не проходили Помните Что Режиссер Знает Конец фильма История Давида А что Если Бог А что Если Бог Анна не ушла Из церкви Не дала Разгон Там всем Потому что Правильное состояние Духа При всех Провокациях Вот к чему Мы призваны Дорогие друзья И здесь Я хотел бы Чтобы мы с вами Прочитали Заключительное Местописание Это Первый Коринфянам Десятая глава Десятый стих Для нас Жителей Нового Завета Не ропщите Как некоторые Из них Роптали И погибли От истребителя Все это Происходило С ними Как образы Примеры Описаны В наставлении Кому? Церкви Живой поток И всем Верующим По всему миру И тебе Лично И мне Написаны Нам Достигших Последних Веков Посему Кто думает Что он Верит Кто думает Что у него Проблемы С ропотом Нету Кто думает Что он Нормальный Духовный Написано Берегись Чтобы не упасть Интересно Никогда не думал Что ропот Ассоциируется С падением Очень глубоко Сказано Читаем Контекст Все идет О ропоте И там В серединке Вставлено Берегись Чтобы не упасть Да Друзья Очень Между строчек Написано Больше Чем Нам кажется Берегись Чтобы не упасть Если ты думаешь Что ты стоишь И дальше О нашей жизни Вас постигло Искушение Не иное Как человеческое То есть Земное Проблемы все Нормальные Для земли Нормально Как дела Как на земле Дальше И верен Бог Который Внимание Не попустит Не допустит Вам Быть Искушаемым Или быть Испытанным Сверх ваших сил Бог Это не допустит Авторитет Библии Авторитет Самого Бога Заявляет Бог Никогда Не даст Испытаний Тебе Выше Твоих сил И дальше Написано Но И при Испытании Искушении Даст Облегчение Чтобы Вы Смогли Перенести Поэтому Друзья Теперь осталось Только лишь Вспомнить Вашу Ситуацию Сегодня Вашу Историю Вашу Проблему Вашу Причину Кропоту И того Кто провоцирует Кропоту Или возможно Жизненные Причины Вода И хлеб Нужна И помните Что даже Это Любая Причина Бог не Оправдывает И для нас Написано Как вывод Всей Этой Истории Несколько Книг Старого Завета Почти Целая Книга Посвящается Вот этой Проблеме Ропота Так детально Все описывается А тематика Одна Ропот Среди верующих Людей Знающих Бога Вот для нас Сегодня Разные Прогнозы Сегодня Там Рассказывают Страшилки Там Правительство Мировое Там Голод Что Всякие Разные Ужасы Всего Кажется Все Неизвестность Все Может быть Но при этом Все Написано Берегись Чтобы не Упасть Помни Берегись Чтобы не Упасть Помни Это все Передай Своим Детям Давайте Будем Брать Драгоценные Примеры Из этого Всего Бог Никогда Не даст Тебе Сверхсил Противоположное Ропоту Это Благодарность Вот это В десятку Воля Божья За все Благодарите Не просто Пожелание Ибо такова Вас Воля Божья Это Выше Желаний Это не просто Пожелание На день рождения Ибо такова Нас Воля Божья За все Благодарите Вот это Состояние Духа Оно Поднимает Исцеляет Другой Негативный Дух Который видит Везде Тупик Везде Горы Проблем Я помню Как мой папа Он всегда Как-то видел Выход Я не мог Понимать Почему Откуда У него Вот эта Спокойность Которая Кажется Аж бесит Такая Спокойность Откуда Ты ее Взял Я помню Когда у нас Рождался Последний Наш Ребенок Младший Самый Брат И врачи Сказали Что Ребенок Не выживет При родах А потом Сказали Что Возможно И мама Тоже Не выдержит При родах А потом Кто-то один из них Скорее всего Умрет Это Тяжелые обстоятельства Я же Богу служу Я же Богу Сколько отдал Я же Вот Верующий Я же Заслужил ли я Это все Но вот это Вот друзья Полет Крылья веры Надеющиеся На Господа Они поднимут Крылья Зачем Крылья Чтобы подняться Над обстоятельствами Крылья нужны Крылья веры Надеющиеся На Господа И дальше Помните В это время Очень важно Кушать манну 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 Друзья Если вам больно И трудно Не инстаграм Кушайте Не ютюб Кушайте Это так Может быть Десертик А нужно Кушать манну Хлеб жизни Дух святой Который говорит нам И животворит нас Через Слово Божье Вот это нам важно Понимать Друзья Простые Базовые принципы Да Друзья Бог Он не даст Сверх сил Ропот Часто Имеет Такой Симптом Память Плохая Помнит Только Плохое И забывает Очень быстро Все Хорошее Израильтяне Забыли Требовали Лука Дыни Забыли Как плетками Били Забыли Как их Плетью Били Как они Были Рабами Забыли Сегодня Мы забыли Как мы жили В Советском Союзе Жили И у нас Не было Машины У нас Не было Горячей воды Не было Памперсов Некоторые продукты Был дефицит Мы сегодня Забыли Живем В изобильной Стране Америки И иногда Ропщем Память Нарушается Дефекты Происходят А мы сегодня Призваны Благодарить И светить Светить Во имя Христа Иисуса Я приглашаю Вас всех Подняться на ноги Сейчас мы будем Петь песню Друзья Она мне По духу Пришла В мое сердце Написано В песне Слова такие Хорошо В той душе Где нету зла Хорошо В той душе Где всегда Тишина Ропот Это противоположное Тишине А мы призваны Иметь мир Божий Мир и радость Хорошо Где нету зла Хорошо Где в душе Тишина Мы это можем Иметь в Боге Мир Божий Сверхъестественный Мир Божий Который превыше Человеческого ума Вот это то Что мы можем Иметь как христиане Во имя Христа Иисуса Будьте благословенны Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому